Приветствую вас и, начиная отвечать на вопросы, которые вы задаете, я скажу так. Значит, во-первых, подсознание, значит, не то, чтобы нужно. Вот, вы говорите, зачем нужно подсознание. Оно, может быть, и не нужно, на самом деле. Момент здесь в том, что оно есть. И с этим приходится считаться. Так, так или иначе. Вот и все. Поэтому я бы не стал на вашем месте говорить о том, что нужно подсознание или не нужно подсознание. Оно есть. И представляет из себя оно хитросплетение эмоций, точнее памяти о эмоциях. По сути дела, памяти о аффективных следах. Это первое. Второе. Желание. Но, скорее, даже не желание, а влечение. Потому что именно влечение находится в подсознании. Желание, сами по себе, это уже скорее в сознании. А именно в лечение, то есть неосознаваемое, по сути, желание. Это именно в области подсознания. И также в подсознании находится память о наших обидах. То есть, если кто-то когда-то где-то вас там обидел, то эта обида может быть с вами, значит, отложена в подсознание. И в следующий раз, когда вы, например, оказываетесь в подобной ситуации, ну вот, вы чувствуете, значит, примерно те же ассоциации, что и тогда, когда вас обидели. Ну, по сути дела, речь идет о аффективных следах. Значит, как связано подсознание со снами? Сны – это, опять же, такое же сплетение наших желаний, эмоций, значит, и воспоминаний. Только в отличие от подсознания, как бы через сны оно дает нам понять, что мы, например, испытываем какие-то желания, мы, например, испытываем какие-то потребности, у нас есть какие-то эмоции, ну и так далее, так далее. Через сны человек получает отрывочные сведения о том, что происходит в его подсознании, о том, например, чего человек хочет, ну, допустим. И именно так подсознание связано со снами. То есть сон – это форма реализации подсознания в сознании. Сон – это некая такая переходная форма, если угодно, этого. Далее, значит, вы пишите, в чем разница между осознанностью рациональным и иррациональным. Здесь я вынужден ввести еще один термин, который звучит так. Есть осознанность, есть осознаваемость, а есть бессознательная. Так вот, осознанность – это когда человек не только понимает, что происходит с ним, не только отдает себе отчет в том, что происходит с ним, но и при этом еще и корректирует то, что, собственно говоря, с ним происходит. То есть занимается коррекцией, регулирует происходящее с ним. Просто сорноваемость – это когда человек отдает себе отчет в том, что с ним происходит, и не более того, это просто, по сути дела, рефлексия. Просто рефлексия. Ну, наконец, бессознательно – это когда человек не понимает, что с ним происходит и делает ошибочные выводы из того, что он чувствует, из того, что он ощущает. Ну, например, когда кто-то обвиняет другого в чем-то, это бессознательное поведение, потому что человек не понимает, что обвиняя кого-то в своих проблемах, он не решает сам свои проблемы. Предъявляя претензии, естественно, я говорил сейчас о претензиях в межличностных отношениях. Это, безусловно, не претензии, связанные с нанесением вреда и так далее. Предъявляя претензии, человек как бы проектирует, значит, проектирует на другого то, чего он хочет сам. В частности, вот некоторые родители, например, в своем поведении, они руководствуются именно неосознанным или неосознаваемым желанием реализоваться через своих, например, детей. То есть вот ситуация именно такая и я надеюсь, что разница между вот как раз осознанностью, сознаваемостью и бессознательным я вам привел. То есть вы, по крайней мере, я надеюсь, лучше стали это понимать. Другое дело, зачем вам это все? Другой вопрос. Дело в том, что я потеряла такое и запутала в своих мыслях. Совершенно не понимаю, чего хочу и всего нового боюсь. Ну вот, сразу вам вопрос, значит, можно задать, исходя из того, что вы здесь написали. Значит, с какого момента у вас началось подобное состояние? Когда оно появилось у вас? Постарайтесь определить. Вот когда это стало актуальным для вас? Если вы описываете свое состояние определенно, но при этом не поясняете, с какого момента это у вас началось. А это очень важный момент. Если мы говорим именно о начале этого состояния. Кому-то что-то запустило механизм вашего состояния теперешнего, а про вас. И этот механизм вами не остановят. Вы имеете дело с последствиями того, что у вас происходит. Но не в причине, к сожалению, не в причине. И это первый и ключевой момент. Далее вы говорите о том, что занимаетесь самоанализом, самокопанием и прочим. Здесь ситуация такова, что человеческое сознание субъективно. И оно не способно анализировать себя только до определенного момента, до определенного предела. И поэтому вы, пытаясь найти причину, погружаетесь все больше и больше в противоречия свои. Смотрите. Значит, здесь заключается в чем? Вы пишите, что копаетесь в прошлом. Вопрос. Зачем вы это делаете? Дело в том, что в прошлом есть только опыт. Ваш опыт и ваши определенные поступки, которые вы совершали. Когда вы копаетесь в прошлом, чтобы понять, что мне нужно изменить и где вы допускали ошибки, вы попадаете в ловушку субъективности, потому что сами сделать вы этого не можете. Именно из-за эмоциональной вовлеченности в то, чем вы копаетесь. И именно по этой причине вам нужно как раз таки, значит, поработать именно с экспертом. Чтобы именно человек вам помог, значит, разобраться с тем, что у вас действительно происходит, где вы допустили ошибки. И сами вы в этом разобраться не сможете. Именно в силу того, что вы не объективны. По причине опять же вовлеченности в процесс. По причине как раз таки вот этих вот самых эффективных следов, которые у вас имеются. И получается, что ваши работы, ваши усилия пропадают в стене каждый раз, когда вы пытаетесь это сделать. Правильно, постоянно атакуют сны, пишите вы, которые я стал пытаться записывать и истолковывать. Зачем? Для чего вы это делаете? Вы понимаете, что толкование снов это психоанализ. Поэтому обучаются специальные люди. Вы без обучения свои сны истолковываете опять же, исходя из своей субъективности. Зависит от эмоций ваших, от желаний ваших, от того, чего вы хотите видеть в этих снах и так далее. И получается в итоге, в итоге получается, что вы еще больше запутываетесь. Значит так, каждый день начинается паника. Все со мной не так, я уже один человек, у меня куча практически других проблем. Ну, давайте так. Во-первых, почему паника? Ну, решили вы как-то до этого. Вот опять же, вы не описываете механизм, который это все запустил. Но когда-то мы жили без всего этого. И жили, в принципе, хорошо. Как я понял. А потом внезапно вам вдруг понадобилось вот это вот все дело. И вопрос, для чего? Зачем? Почему? Остается открытым. Но, если у вас паника, что с вами все не так, кто это определяет? Вы или другие люди? Если это говорят другие люди, то ориентироваться мы в первую очередь на них. То есть, почему они так говорят? Что же ими движет так говорить? И уже потом это анализировать. Опять же, вместе с психологом. Нет, не вам. Потому что вы субъективны, и у вас занятенная самооценка, когда вы говорите, что я ужасный человек. А если занятенная самооценка, то вас очень легко задействовать, вас очень легко расстроить, и вы легко внушаем именно в контексте того, что у вас что-то не так. И в итоге, в итоге, в итоге вы не имеете объективного представления о себе. Кто вы? Какая вы? И осуществляет все проблемы. Поэтому над самооценкой нужно работать, повышая ее. А для этого нужно определить, в чем именно вы в себе не уверены. В каких качествах вы в себе не уверены. В чем вы сомневаетесь? И необходимо выстроить соответствующие задачи по купированию этих качеств. По купированию негативных последствий, эффектов от этих качеств. Но не стремиться себя поменять. Вы вот говорите, что где мне нужно изменить, значит, и где я допускал ошибки. А это нормально. Это нормально, что вы допускали ошибки, ибо ошибки допускают все люди. Это нормально. Не нормально, что вы пытаетесь постоянно копаться в рот, не имея возможности фактически извлечь опыт. И опыт извлекается для того, чтобы в будущем вы могли эти ошибки не повторять. Но опыта как такового извлечь вы не можете, опять же, по причине того, о чем я уже говорил. Далее, если вам кажется, что у вас психические проблемы, то обратитесь к психологу на консультацию лично, приватно, и поговорите с ним. Психолог определит, есть у вас проблема или нет. Соодно вы себе пытаетесь сами ставить диагноз, но это не есть хорошо. Надо меняться, но ловлю себя на мысли, что чем больше пытаюсь себя менять, тем хуже. Начинается паника и и так далее. А меняться зачем? Вот какая цель ваших изменений? Вы не сможете взять и поменяться кардинально, это невозможно. Вы и пристанете быть собой тогда. У изменений должна быть цель. Вопрос. Для чего я меняться хотел? Я меняюсь, чтобы что? Вы можете сказать, чтобы быть лучше. Окей. Чтобы быть лучше. Для кого? Чтобы быть лучше по сравнению с кем или с чем? То есть, оформите цель. Для чего вы хотите меняться? Оформите эту цель. И тогда у вас сразу появятся более конкретные и более приблизенные задачи к реальности. А пока вы просто говорите, что мир нужно меняться, это по сути дела очень неподъемная цель. И здесь у нас возникает паника, потому что вы понимаете, что с этим вы не справитесь. Ну, медитация, медитация, это, значит, просто по сути избегание. Медитация не решает ваших проблем, как таковых всех. Как только открываю глаза, через какое-то время опять паникую. Занимаюсь самоанализом, и чем больше обнаруживаю у него себе недоцелков, тем больше впадаю с их вины. Вот. И не к темности. Как обрести внутреннюю гормозу? Ну, во-первых, перестать заниматься самоанализом, это абсолютно бесперспективное и опасное дело. Если вы хотите, чтобы вас проанализировали, то предоставьте это профессионалам, те, которые это умеют делать, и которые объективно это делают, а не субъективно, как вы. Самоанализом сознание заниматься не может в силу того, что сознание не способно полностью осознать самого себя. Человек не способен полностью осознать самого себя. Он способен осознавать только какие-то отдельные сферы, а полностью нет. И из-за этого самоанализ обречен на провал. Особенно, если вы пытаетесь в Кавказе глубоко. Именно глубоко. Далее. Недостатки – это нормально. Ни одного человека без недостатков нет. Недостатки и делают нас людьми. И поэтому свои недостатки нужно себе принимать. Учиться ими грамотно пользоваться. Ставить задачи по купированию тех качеств, которых вы не уверены в себе, или которые, как вы считаете, вам вредят. Но это работа. Это работа над собой. А вы знаете, что вот в результате самоанализа такого вы однажды просто возьмете и поменяетесь. Это я по сути делаю наивно. Далее. Чувство вины и никчемности. Чувство вины перед кем? Откуда вас чувствует вины? Понимаете ли вы, что вина – это перенос ответственности. То есть, я чувствую себя виноватым перед другим и беру на себя ответственность за его реакцию, за его поведение. При этом снимаю ответственность за то, что я делаю. Понимаете? Вот так происходит. Чувство вины. И чувство вины, оно прививается. Откуда у вас это чувство вины? Кто вам его привил? Почему? Где граница между тем, что является вашей ответственностью и ответственностью того, кто привил вам это чувство вины? Эти границы нужно установить, увидеть, оформить и не позволять чувству вины на себя давить. Да, можно сказать, что вы сделали что-то не так, можно сказать, что вы там поступили где-то неправильно, но это не то, это не чувство вины. Это как раз-таки сознаваемость. Это сознаваемость. Не осознанность пока, но сознаваемость хотя бы. Ничем. Ну, это вообще очень такое слово расплывчато. То есть вы говорите о нужности себя кому-то, о нужности себя другим, о потребности других вас. Уникает вопрос, а к себе вы нужны? Уникает вопрос, а собственная значимость у вас есть? Чувствуете, вот вы, что вы значимы для себя? Если нет, то откуда у вас нет то же ощущение у других людей по отношению к вам? Ему неоткуда взяться, к сожалению. Поэтому интеллект нужно опять же в первую очередь с себя. А вы хотите быть нужны, полезны другим, но при этом вы не нужны и не полезны себе. Видите? То есть вы даже здесь переносите как бы ответственность себя на других людей. Как обрести внутреннюю гормону? Только через работу над всеми этими моментами, о которых я говорил, только через работу с психологом, только через коррекцию отношения к себе, изменение отношения к себе, к своим недостаткам, к своим снам и так далее. И только через окончание самоанализа или с толкованием снов у вас это все равно не получится, потому что этим занимаются специальные люди. Вы же не будете, например, сами себе делать операцию, если не обладаете знаниями. А даже если знаете, если есть знания, то все равно нельзя делать операцию себе, потому что вы не объективны. Именно поэтому врачам запрещают делать операцию своим родным. Именно по этой причине. По той причине, что как раз таки, как раз таки, вы не объективны. Поэтому переставайте заниматься всеми этими вещами. Лучше подумайте, какие у вас интересы, хобби, какие у вас сильные стороны. И начинайте заниматься этим. А все остальные проблемы оставьте психологом. Забирайте на нашем ресурсе эксперта и записывайтесь на консультации. Работать с вами нуднее, к сожалению, не один раз и не два. Это зависит все от вашего желания. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ. А буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!